привет дорогие друзья вполне возможно что до вас будут доноситься какие-то посторонние звуки почему я вам объясню потому что в соседнем буквально кабинете ольга шари сейчас занимается отбросом тех тех людей которые случайно попали в списке или специально были внесены в списке нашей партии введены специальными непростыми людьми смотрите таким не занимается ни одна партия я точно знаю что таким не занимается ни одна партия потому что можно с ума сойти когда ты начинаешь вычленять людей которые связаны определенными схемами и так далее мы хотим сделать самую чистую партию мы знаем с какими проблемами мы столкнемся и хотим их минимизировать друзья надеюсь вы надеюсь вы зацените а теперь давайте заценим вот этого парня из укропа помни такое объединение укроп голова голосиевской организации укропа в столице ба больше голова громадской ради приголосиевский райдержадміністрации его рабочий день и расписанный буквально какой молодец голова там якоюсь рады там все так далее возглавляет укроп вон там вот где-то в одном из районов киева каков молодец он показывает что вот это вот у меня в багажнике лежит укроповская такая вся одежда и каждый кто нас смотрит понимать что мы из укропа и сразу же видно что мы представники что мы разумно командами одна политическая сила как говорится ты укроп я укроп но вот проходят годик привет я олександр юрченко иду в парламент по 211 мокру да привет мы тебя узнали ты же укроп вроде ну и то и то зеленая в принципе поэтому ничего страшного меню важливо в якій країні будуть жити мої діти я юрченко я втомився чекати виконання обіцянок тетянок я хочу реальних змін я юрченко ну короче да юрченко это ты в каждом из нас есть немножко есть немножко юрченко это предвыборная его такая была ему дорякают відсутність остатки та звязки во владе значит я теж юрченко короче нету у него денег и связей во власти тогда человек новый мне нравится вот это вот видео называется новые лица новые лица поэтому забудьте забудьте что он уже при какой-то раде был 150 лет там каким-то в наглядовой раде еще от укропа был и так далее забудьте а вот про это помните потому что это видео набу национального антикоррупционного бюро ну короче я один из тех людей которые вам собственно и надо да курю папиросы решаю вопросы они находятся в комитете вот этот но это юрченко сидит напротив а напротив него сидит детектив набу который был внедрен под видом бизнеса или представители бизнеса которые хотят некоторые внесения в законопроекты украины в законы украины надо внести там некоторые изменения все такое за деньги конечно же и вот мы здесь наблюдаем что он себе он расписывает какой клевый короче шо он может да и рассказывает вообще как как это все как это все замутить я был автором 22072 это закон но там та-та-та и что он рассказывает юрченко этот сидящий напротив он он юрченко видите в свете софитов теряется как и ясно солнышко да он рассказывает что за выполнение вот этих вот вещей нужны плюшки то есть их называют плюшками нужны плюшки и плюс помочь экологии украины ну конечно же детектив который играет роль бизнеса его прекрасно понимает понятно что такое плюшки и вполне понятно что то что значит помочь экологии они же на самом они только в шутку могут такое говорить на самом деле помочь экологии ну посрать на экологию серьезно ну все надо помочь экологии потому что лично я буду регистрировать от себя правки к законопроекту я вам скажу серьезная история за деньги править законы украины в угоду какому-то бизнесу который приехал из-за границы это похоже даже на измену родине статью они продолжают смотрите фишка в чем это посредник посредник некий иван посредника отправил этот депутат и детективу надо чтобы посредник четко озвучил что такое плюшки что такое помочь экологии поэтому он вытягивает из посредника четко чтобы тот назвал плюшки деньгами короче он в группе поэтому за ним следят а так он нормальный детектив говорит что-то он какой-то стрёмный плюшки там помочь экологии говорит ну типа делает видишь что не понимает что-то такое какой-то странно этот говорит он не странно он хороший он нормальный за него просто пасут постоянно а вообще это деньги то есть помочь экологии это деньги да и плюшки это тоже деньги да все зафиксировано далее чтобы вы понимали передается десятка ну там передается там по сути там 13 тысяч долларов как я понимаю 12 те забирают посредники себе эти пять копеек обмельчало что-то все в Украине да а вообще за эти внесения права в законопроекта 200 тысяч всего-навсего но за первоначальные десять тысяч получает этот несчастный депутат коррупционер да и здесь идет пересчет денег детектив десять раз пересчитывает эти деньги я заберу свою часть еще одну ну реально ну куром на смех да четко задокументировано все абсолютно далее посредник они следят за посредником отвозит эти деньги то есть 10 тысяч долларов этому народному депутату вот едет фиксируется четко его автомобиль куда он четко приехал куда с кем он зашел и так далее набу отработала как по мне на на 10 не на 5 а на 10 просто баллов короче народный депутат объясняет что там 17 человек это народный депутат записан что там 17 человек в комитете поэтому там 10 надо закорумпировать это прямым текстом говорится все а по количеству плюшек определиться мы можем чтобы я сказал инвесторам смотрите на 10 вересня мне надо выпить сколько-то плюшек там с начинкой такой я думаю загальный банкер да это будет прибывать надо 200 килограммов ну говорит народный депутат надо 200 килограммов понятно что 200 тысяч долларов США таким чином на 26 27 серпня співучасники планували отримати частку запропоновано ними грошовой винагороди а подальше дии детектива під прикриттям мали на меті встановити та задокументувати протиправленные дии инших учасників злочинно-корупційной схемы но за обставин які зараз ясовую следствие национальное бюро было вимушено прекратить подальше выполнение специального завдания та обмежитися оценкой тех доказов которые были собраны до этого момента конечные средства переданы не были а знаете почему а потому что кто-то вмешался в следствие узнав о том что это следствие происходит в отношении депутата от слуги народа как вы думаете кто вмешался у меня только у меня такое одно объяснение кто мог вмешаться офис президента украины или лично зеленский в результате на данный час посередника притягнута до криминальной відповідальности а матеріали та проект підозри відносно народного депутата скеровані до генерального прокурора Украины оскільки діюче законодавство передбачає її виключно право притягати до криминальной відповідальности народних депутатів Украины нет 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 на этом моменте я должен остановить эту всю запись сказать что я не верю в это все оказывается на сегодняшний день исключительно генеральный прокурор может притягивать к уголовной відповідальности народных депутатов это какая-то ложь ведь когда отчет идет вы заметьте когда отчитывается Зеленский и все его кодло они говорят мы сняли депутатскую неприкосновенность но это не снятие неприкосновенности как это так если сняли неприкосновенность значит народный депутат такой же как и обычный человек нет конечно они вас обманули вот эти записи которые были это не в финальной стадии должна была быть передача денег у основной суммы и кто-то в офисе президента или в офисе генерального прокурора я не знаю конечно и кто-то нажал на кнопочку и сказал остановить остановить потому что в преддверии местных выборов нельзя чтобы взяли народного депутата от слуги народа за коррупцию казалось бы факты есть все есть общественный резонанс есть генеральный прокурор приезжает в раду она не должна была приезжать как-то там на походжевольной ради договорились что она выступит приезжает и вместо того чтобы показать позицию а знаете что сделал генеральный прокурор имея на руках вот эти вот все данные на мою думку без вставновления факту використания службового становища для одержания неправомирной выгоды факту одержания неправомирной выгоды поведомить будь кого за учение такого службового злочного не можливо понятно ну если нет фактов вы скажите как нет фактов а вот то что все вот это расследование это не факты нет а материалы которые мне на сегодня надали и показаны не местят таких видомостей вот и все это шария можно преследовать 9 лет нахрен да непонятно вообще за что это можно открывать новые дела за то что кто-то открыл ФОП в Украине это можно открывать новое дело за то что кто-то подарил аппарат ЭВЛ одной из украинских больниц да а вот здесь фактов нет ну и самое главное как там по поводу депутатской неприкосновенности какую сняли неприкосновенность ее не сняли потому что ни один правоохранительный орган без санкции генерального прокурора не может о такой я кто кажет а вы пока что снимайте лапшу с ушей по поводу отмены депутатской неприкосновенности по поводу того что в этом государстве хоть минимально действует закон у меня все друзья мои я надеюсь я вам очень коротко и внятно объяснил по поводу этого простого дела которое не закончится ничем пока депутат 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 и в этот день хотелось бы пожелать тебе того в чем ты так нуждаешься чего-то лучшего ведь ты важный город Украины с большим потенциалом но только посмотри железно-дорожный вокзал место первого впечатления твоих гостей дорогой днепр некогда уютное место что радушно встречала цветущими пломбами но сейчас грязное и разбитое эти виды могут отбить желание познакомиться с тобой поближе но это лишь потому что ты днепр был в плохих руках парк парк глобы почти твой ровесник дорогой днепр парк с богатой историей парк прекрасных садов выставок фестивалей семейного отдыха когда-то но сейчас парк обветшалости облезлости и ржавчины озеро не чистилось 70 лет а летний театр разрушается на глазах потому что днепр ты был в плохих руках дворец молодежи ДНУ или дворец Потемкина с которого ты днепр и начался архитектурная достопримечательность 18 века поражал своим великолепием когда-то но сейчас что-то не поражает у нас есть мэр который говорит что очень любит себя днепр но судя по состоянию дворца он себя обманывает карьер на красном камне своего рода уютный райский уголок посреди каменных джунглей жил массива излюбленное место гуляния и отдыха но сейчас это больше напоминает грязную лужу застоявшейся водой все потому что днепр ты был в плохих руках ну и конечно же цирк хотя цирк это то что горячо любящий тебя тратить деньги из твоего же бюджета на свою предвыборную рекламу а это так просто старое здание ты натерпелся ты был в плохих руках они совсем тебя не ценили и пытались растерзать по кусочку днепр поверь ты правда достоин лучшего и лучшее уже в городе до сих пор